МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно подходит к концу, идут последние пленарные заседания. Правда, наверное, самая интересная история происходит не столько в Сенах, где обсуждаются проблемы общества и развития человеческого капитала. Это ключевая тема сегодняшнего дня. Но самое интересное происходит как раз в кулуарах. Здесь, знаете ли, внезапно появился Василий Якименко, что произвело большое впечатление и в первую очередь на организаторов форума. Во всяком случае, организаторы Пермского форума, те, кто составляют, есть рабочие группы, те, кто составляют список гостей, сегодня подтвердили, что они Василия Якименко не приглашали, и он приехал помимо их воли. Ну, собственно, мы задали вопрос организаторам, как так случилось, и стало ли для них сюрпризом появление на этой площадке Василия Якименко. Они сказали, что не буду называть людей, чтобы не подставлять их, поскольку дело серьезное, главарус молодежи, непонятно, собственно, подтверждаются слухи о его уходе или нет. Но ты должна знать лучше всех, Юль. Да, да, да. Я не хочу говорить сейчас о политике, я хочу рассказать о личности Василия Якименко, которая появилась здесь на площадке. Как нам стало известно, сегодня ночью в правительство поступил звонок, сигнал, или что-то устное, или письменно, нам сложно сказать. Василий Якименко сообщил о том, что он приезжает в Пермь и попросил встретить его. Таким образом, какой-то автомобиль, делегированный пермским правительством, он встретил Василия Якименко в аэропорту. Ни в какой секции он участия не принимал, он просто появился здесь, чем смутил в первую очередь меня. Я не ожидала увидеть своего старого знакомого, человека, которому газета «Коммерсанты» не только, посвятила много замечательных текстов, планировала его уход, приход. Ну, в общем, Василий Якименко здесь, жив, здоров. Я встретила этого человека лично со своими коллегами и задала ему вопрос, что он здесь делает, дословно. Он сказал, что он оценивает, слушает людей и прислушивается к настроениям. На вопрос, кто его пригласил сюда, он, собственно, и не стал говорить о том, что он получил специальное приглашение, никакая из секций такого приглашения ему не давала. Более того, присутствие Василия Якименко в Перми это такая специальная история, поскольку Олег Чуркунов, если вы слушали наше вчерашнее эстоние интервью, напоминал нам свою историю отношений с Василием Якименко и движением «Наши». В свое время на форуме, на пермском форуме, на котором присутствовал Олег Чуркунов, патриотичная молодежь обвинила его едва ли не в фашистских настроениях, что для Олега Чуркунова было неприятным событием. Но, тем не менее, в том, как был обустроен приезд федерального чиновника, в этом нет никакой, не знаю, специальной подоплеки или внештатной ситуации, потому что, действительно, когда чиновник такого уровня приезжает в регион и хочет поучаствовать в форуме, правительство обязано его встретить. Безусловно, он связывается с правительством, безусловно, все происходит именно так. Другое дело, что мы не можем точно сказать, какова цель этого визита, потому что на форуме он ни с кем не общался, и буквально через полчаса видели, как он ушел в гостиницу, во всяком случае, сейчас его здесь нет. Так что... Атоня, окажется, сегодня это не единственный скандал, связанный с патриотической молодежью, если так можно выразить. На одной из секций сегодня произошло столкновение людей разных убеждений. Я говорю об Эдуарде Багирове. И Борисе Куприянове, да. Ну, скандал куда поменьше, и вообще все это, наверное... Хотя это не только личностные отношения, но тем не менее... Эдуард Багиров доверенное лицо Путину, почему вполне фигурат. Так что мы имеем полное воральное право рассказать вам еще об одном скандале, который произошел в куларах. Действительно, Эдуард Багиров и господин Куприянов должны были участвовать в одной сессии, но когда Куприянов вошел в зал, и сказал, что он не может находиться в одном помещении с Багировым, и ушел. После чего ушел Багиров, через какое-то время, видимо, ему стало скучно, но тогда вновь позвали Куприянова. В общем, страсти роковые. Да, ну, пока пленарное заседание еще идет, мы можем подвести, ну, какие-то ощущенческие итоги. Тут споры, дискуссии, много разных круглых столов, обсуждают человека, медиа, обсуждают страну, обсуждают очень важную, как мне кажется, вещь, а именно формат сотрудничества общества и власти. И это наиболее дискуссионный вопрос, особенно для тех участников, которые после декабрьских событий в стране чувствуют себя немножечко криво. Криво. Тем не менее, наверное, основным результатом будут те разговоры, которые участники форума смогут провести между собой, то понимание, к которому они придут. Мы с Юлей тоже пришли к некоторому пониманию ситуации. И на этом прощаемся с вами. Мы приветствуем вас в Перми и надеемся увидеться снова. Юля Таратута. Кроня Самсонова. Счастливо. Говорите с Юлей Таратутой и Тоней Самсоновой на Пермском форуме. Продолжение следует...